для подключения топителя есть всасывающий штуцер на помпе там шестигранная пробочка под шестигранник и под корпусом термостата стоит кран у меня здесь вернут штуцер сюда же ее трубку от подогрева поскольку стоит этот самый подогрев жидкость на печку идет через страника сосет из головки из блока здесь тоже кстати стоит кран изначально и все это поступает сюда мы всасывание идет уже в саму помпу при включении подогрева жидкость идет поднимается вверх головку и также идет нагрев идет в радиатор печки протапливается кабина хорошо также пора бы и печку снять внизу подогревателя есть сливная на 6 под болтик такой вот тасол заливаю хорошо себя показал чистый прозрачный не ржавеет могу рекомендовать если чё по масляного фильтра хочу сказать стоит кронштейн от км 385 и на него наверно жигулевский фильтр далее снимаю этот шланг и выдуваю весь тасол через печку в подогреватель везде у нас выходит кстати вот поставил новые рулевые наконечники на вид ничего такого покажу отдельных собственно болтался здесь наконечник стали на сошке тот второй ничего было заменил оба вот такие вот наконечники взял две пары сразу это кстати ставотница и тебе ставотница там вот эту снял пыльничек там немного летала видно было что набита смазка здесь у статьи тоже уже вытаскивается все это поймите их китайцев это тот неразборный весь у стопорное кольцо тавотница есть видно что смазки вроде нет здесь я просто самых часток первый раз взял за второй комплект те вот поставил вид не смотрел вот они видно что здесь сухие они сделаны под тавотницу там вот вроде пластиковая вставка под крышкой видно в щель на покрете тот хороший хорошем состоянии не буду менять они тоже 100 вот не цену дно здесь это цельная у них на этим вот набил ли только под резинку там вот то что здесь было видно заполнено в этом месте еще под пыльничек добавил знаете пока в запас положу так-то туго не знаю сколько их хватит такая конструкция резьба здесь вот на 18 здесь 14 конус 15 снизу 17 а в джигулевский конус 15 снизу 16 уже не подходит то есть и вот вообще вы от нашей техники вот на 17 чтоб конус снизу было и что не нашел так по интернету полазил взял оригинал так вот две одинаковые коробки вот в одних сказались с доводницами а в других без доводница еще и пакетик есть также идут спинты в комплекте вот это все у меня живой старых лет пыльнику труба уже давно он весьма тугой хороший еще вот этот уже все или наоборот они а вот этот мир между вот он болтается это даже вообще прям тугой штукой даже не сдвинуть его тут-то водница есть вот но не разборная это тот весьма прилично ставлю пить уже хотя смазывал регулярно пыльнику труба пришла видать но вот меня вот этот ряд ездил на куда появился где-то еще вот и три года ты ездил он стал уже больно уже стал неприлично большим таким некомфортно стало ездить колес уже отдельно от руля стали жить так ладно продолжаем снимать печку сейчас я слаблю здесь там под термостатом вытащу эту трубку далее здесь трубки на печку и отсоединяют это длинными идет и отсоединяю здесь это вытаскивать самой печки есть она идет кстати над глушителем на коллектором а такая вот пружинка контакта не было с трубой резинка ну и все сейчас снимем а кстати генератора т25 я поставил шкив родной подходит на вал пришлось переделать крепление немного потому что если уж и оставить как в оригинале генератор упирается в этот флянец и не хватает натяжки но и пришлось длину ремня подбирать уже я ставлю тысяча сорок пять тысячи пятьдесят пять миллиметров другие ремни уже чем с родным генератором натяжки есть так не хватает родной генератором повыше на ножках получается и здесь уже свободно ходит сюда такая натяжная резиновый клин ремень в принципе сойдет сам подогрев крепится вот на один из болтов рючка подогрев стать самодельный это вот расплюшнутая труба там внутри спираль на 1,25 киловатта если надо срочно ехать минут 15-20 он уже заведет с трактора если хорошо прогреет то минут 40 до часу туда и кабины протапливаете мотор горячий до 60 лет радиатор от прижат такой ленточкой скровельного железа резиночки промыл от радиатор водой какой-то ржавый осадок с него пошел со сливать с него была ранее проблема такая что какой-то некачественный тасол попался и все ржавчина и все лет его отмывал мотор все ржавчина взялось два лета ездил на воде еще полоскалово сейчас до сих пор все выходит еще там все шланги внутри на сих пор еще а вот видно маленько на лед есть ржавые на шлангах пока вот все это отмоет пробовал ты отмывать его сывороткой заливал что-то не особо пена с нее прет все выгнала жидкость ладно мотор не запорол в общем не знаю сколько раз водой спалах сил кто вот купил промышку уже баночку отрезал с нее как по инструкции залил тут написано это 10 минут я поехал косить траву минут 20 мотор хорошо нагрелся такая желтоватого цвета жидкость этот слил все и все еще прошло с тех пор час вот уже все вторую зиму вот уже чистая жидкость идет ржавчина прошла все вот такая вот печка радиатор трубки подогрев поставлю заглушки экранниками увернуты ставлю такие заглушки на трубке вот здесь экранник должен быть на эту трубку раз и все и там под термостатом также пожалуй все